Музыка Я почему говорю утвердительно, что о создании нового института власти идет речь? Почему? Потому что мы не можем сегодня спрашивать депутатов парламента, существующую власть, хочет ли она изменения высшего органа власти в стране, потому что мы понимаем, что она этого не хочет. 22 года граждане страны доверяют на выборах свою власть народным избранникам, 101 человеку, которые в течение 4 лет управляют всеми делами в стране. И даже если они управляют неумело или против интересов народа, или против интересов государства, в людей нет возможности переизбрать в течение 4 лет народных избранников, потому что наша конституция предусматривает только несколько случаев распуска парламента. Это не избрание президента, не назначение правительства, вот, пожалуй, и все случаи, когда можно переизбирать досрочно парламент. А когда депутаты действуют против интересов людей, в людей нет такой возможности. Они могут критиковать на митинги, а изменить систему существующей власти у них нет возможности. Они вынуждены ждать 4 года. 4 года это огромный промежуток жизни, это трагедии, это невозможность устроиться на работу, невозможность получить адекватную реакцию от властных структур в интересах человека. И, как правило, партии, которые сегодня представлены в парламенте, находят различные возможные возможности, а правдуму они не справились с задачами. Вот сейчас устроен умышленно кризис, и уже не первый год. Почему? Потому что те, кто власти не знает, как руководить страной, не знает, как создать рабочие места, не знает, как возродить экономику, и они умышленно создают эти кризисы для того, чтобы объяснить отсутствие результатов тем, что происходит политический кризис. В предлагаемой нами модели жители сел, жители городов выбирают народных представителей, которые являются и властью на местах в селе, и властью в районном центре. То есть от каждого села избираются представители народа, народные представители, которые в районе проводят совещание как районный совет народных представителей. Этот районный совет назначает исполнительную власть в районе, прокуроров района, судей района, комиссара полиции района. Но эти люди утверждают бюджет на 4 или 5 лет развития социально-экономической жизни, расходование денежных средств, определяют, какие местные налоги должны быть, какой размер налога должны быть, какой категории граждан нужно выдавать патенты, а какая категория граждан должна работать только создавая предприятие. То есть народные представители лучше, как кто-либо, знают реальные проблемы села и города. И если человек, простой гражданин, является суверенным властью, то есть носителем власти, то зачем ему нужно эту власть на 4 года кому-то передавать? Он ее на местном уровне передает одному из представителей народа, которые хорошо знают проблему на местах, и они на местном уровне являются властью. Для того, чтобы реализовать власть всего молдавского народа на уровне республики, один раз в 5 лет все народные представители созываются на высший совет народных представителей и уже решают вопросы республиканского масштаба. Что я имею в виду? Избирает президента от имени народа уже, назначает правительство, премьер-министра, избирает генерального прокурора, избирает судей Верховного суда, решает вопросы внутренней и внешней политики, то есть определяет, нам выгоднее с Евросоюзом интегрироваться или нам выгодно интегрироваться с Евразийским союзом, с Таможенным союзом, определяет план социально-экономического развития на 5 лет, приоритеты в экономиках, то есть определяет, что в течение 5 лет наша страна должна развивать сельское хозяйство. Каким образом? Делать субсидии на посадки виноградников, на посадки садов, давать помощь и субсидии на строительство теплиц, растительных систем. То есть четко люди будут принимать те решения, которые им нужны. Почему? Потому что после одной недельной сессии Высшего Совета Народных Представителей, они дальше опять возвращаются в районы, возвращаются в села и должны пользоваться теми решениями, которые они же приняли на уровне всей республики. То есть у нас соблюдается преемственность власть к району, от района к на уровень республики и наоборот, принимая решения на уровне республики, они принимают эти решения опять же в пользу себя, возвращаясь в район или возвращаясь в село. Такие модели очень хорошо практикует Китайская Народная Республика. Такие модели смешанные сегодня есть и в Исландии, и в Финляндии, и в Швейцарии, но там чаще практикуют референдумы. Но так как у нас нету достаточно средств, чтобы постоянно проводить референдумы, мы предлагаем несколько другую модель. Именно модель представителей народа из села, из города, который собирается один раз в пять лет на Высший Совет Народных Представителей. И практически представители простых людей принимают решения в свою пользу. Потому что наша страна это и есть города, села, районы, а не Кишинев. А в Кишиневе та же самая модель будет. То есть городские советники, представители народа, районы, представители народа, они будут решать на местном уровне вопросы развития своих территорий.